Музыка Какие определения мы обычно употребляем к камню? Тяжелый, холодный, мертвый, мрачный. Хотя не все так однозначно, ведь есть еще драгоценные камни, и у них совсем другие определения. Красивый, изящный, чистый, дорогой. Есть еще магическая символика, и там таинственный, священный камень. Герой нашей сегодняшней программы не подходит ни под одну из этих характеристик. Он мягкий, теплый и легкий. При этом он все равно камень. И уже то, что камень явление нерукотворное, и прежде чем он стал тем, что мы можем держать в руках, прошел не один миллион лет, камень достоин внимания. Не каждому дано понять камень, но все могут к нему прикоснуться. И может быть возникнет диалог. Камень в городе в глаза не бросается. Слишком много других, куда более заметных вещей. Вот и мы, прогуливаясь по брусчатке возле Кремля, не сразу обратили внимание на то, что камни-то не те, которые снимали год тому назад. Мы с вами находимся на том месте, где находилась большая и уникальная достопримечательность нашего города. Мостовая, булыжная мостовая, из камня, привезенного из очень специфичного и эндемичного места Урала, из района заповедника, пельменского заповедника, который расположен недалеко от города Мяс, Телябинской области. Перед проведением универсиады, эта мостовая была вскрыта полностью, заменен камень. Сегодня это гранит, привезенный из Карелии. И, в общем-то, я считаю, что это огромная утрата для города. Второго такого камня, сочетания камней уже, наверное, нет и не будет в Казани. Ну вот, можете увидеть жалкие остатки белого великолепия. Это яшма, которая лежала именно в брусчатке, именно среди камней этой брусчатки. Значит, здесь был амазонитовый гранит, здесь был кварцит розовый, белый, вот. А самое главное, здесь была яшма. Это тот кусочек, который я подобрал в момент проведения этих работ варварской реставрации. Теперь это память того, что было, чего уже больше никогда не будет. Осенью побывала в Елабуге. Давно хотелось. Деревянные купеческие домики с любовью восстановленные радуют глаз. Заметила, здесь мало камня. Кирпич, конечно, есть. А в отделке зданий я совсем не встретила камня. Совсем другое дело в Казани. У нас, наоборот, мало дерева, зато камня всякого. Гранит, яшма, оникс, мрамор. У каждого города свое лицо. Это очень хорошо, что оно есть. Безликий город неинтересен. Хотя спроси казанца, чем интересен ему Казань. Мало, я думаю, кто затвесит отделкой зданий. Скорее скажут архитектурой. Все верно. Формы, они всегда заметнее. Но, порой идешь по тротуару и смотришься, как в зеркало, в отполированный гранит. Бывает, что само собой возникает желание потрогать камень, ощутить тепло, проверить гладкость или напротив его широковатость. Камень в облицовке использовать, с одной стороны, очень практичен, а с другой стороны, требует знания и умения с собой обращаться. Этот более серый, невзрачный. Происходит это потому, что пыль от проезжающего транспорта, вот как сейчас, забивается в поры, забивается в поры. И камень меняет свой цвет. Там, где этого не происходит, он сохраняет полностью свое декоративное свойство, а именно цвет камня. Вот в данном случае, в данном конкретном случае, надо было немножко любой шкуркой обновить его. Никакой штукатурки, никаких других действий предпринимать не надо, а именно чуть-чуть ободрать. Вот. Это полностью обновит фасад всего здания. Камень притягивает. Он настоящий, живой. Мертвый камень – это метафора. Камень, о котором мы сегодня поговорим, в мостовую не укладывают. Слишком он мягкий для этого. Его только в отделку. Хотя мне кажется, и в ней он не так хорош, как, скажем, гранит, простоват. И название у него не затейливое – ракушечник. Но когда узнаешь, что прежде чем он стал тем, что мы видим, прошел не один миллион лет, что состоит он из раковин, окаменевших животных, отношение к нему меняется. Ракушечник – органический камень. К тому же он один из самых экологически чистых пород. Он не вызывает аллергических реакций. В доме из ракушечника поднимается настроение и жизненный тонус. Благодаря пористой структуре камень свободно дышит. И лишняя влага просто вытесняется, не разрушая его. В доме из ракушечника всегда сухо, так как влага, образовавшаяся внутри, проходит сквозь стены, и сами они, если намокнут, быстро высыхают. В советские времена, во времена плановой экономики, когда планы были большие, а объекты маленькие, то происходили совершенно странные вещи. Вот есть в Казани здание, облицованное розовым ракушечником. Ракушечник сам по себе камень не очень редкий. Встречается довольно часто по южной части России. Крым, Кавказ, Волгоградская область, Ростовская область. Но вот такого розового цвета, вот такого мягкого, пастельного цвета ракушечник с розовым оттенком практически нигде не встречается. Было в Казани всего четыре здания, облицованных именно вот этим камнем. Сейчас осталось три. В нем много пустот природного происхождения. Он очень теплый. Если из него построить дом, то этот дом будет очень комфортным для человека, потому что он будет зимой держать тепло, а летом сохранять холод. Он очень непрочный, но за счет того, что у него внутри камня пустоты воздушные, он очень теплый. Самый теплый камень, который практически не требует никакого утепления, это ракушечник. Другого такого строительного материала нет. Что касается именно этого здания, то здесь мне особо нравится, как уложен камень. Есть участки, фрагменты вот здесь вот от подоконника до цоколя. Здесь совершенно без швов сделан. Камень вплотную прилегает друг к другу. Чуть выше уже сделаны швы. Они выделены. Оформлен портал оконного проема. Не просто так облицовано, а что-то сделано оригинально. Камень сам по себе очень хорош. То получается здание, которое еще простоит тысячи лет. И дай бог, чтобы фасад этот сохранился именно в этом виде. Качество укладки камня плюс декоративные свойства камня дают совершенно неповторимый эффект. Это один из уголков Казани, который на удивление сохранился с советских времен. Скорее всего ни у кого просто рука не поднялась что-то с ним сделать. Ближе к универсиаде, когда потребовалось навести хоть какой-то внешний лоск в Казани, появилась такая тенденция, что натуральный, хороший камень природного происхождения начали просто закрашивать цвета, близкие к его естественному состоянию. Вот в данном случае вулканический туф, он абсолютно такого серого, незрачного цвета, но тем не менее он закрашен страшным и презентабельным цветом. Причем это настолько типичный случай, что, ну обидно за Казань, что из натурального камня делают как стеновую панель гипсокартон своего рода на фасаде, на внешнем фасаде здания. Ракушечник обладает свойствами, которые человеку пока что не под силу воспроизвести искусственно. В народе ходят мифы о долговечности и прочности ракушечника. Например, обыкновенный кирпич со временем трескается, ветшает и крошится, как бы его не хвалили. Ракушечник не горит, не гниет и не ржавеет. С годами камень лишь приобретает дополнительный шарм. Камень ценен тем, что он на протяжении, так сказать, всей своей жизни, он не меняет цвета, он не выцветает, он не выгорает на солнце. То есть физические свойства камня здесь, так сказать, на первом месте. Можно его покрасить в этот же розовый цвет, но что это даст? Это даст здание, которое одно из тысяч, из многих тысяч. А камень, он меняет облик не только одного здания. Может поменять облик улицы и целого города. Сделать его гладким, отполировать его практически невозможно. Поскольку здесь очень много пор и очень много разных раковин, природных существует, то полировать его вообще нет никакого смысла. Есть камни, которые хорошо полировку принимают. Граниты, диабазы, изверженные горные породы. А вот это осадочная горная порода, которая и прелестно состоит в том, что здесь остатки раковин, которые жили на дне древнего моря, которые отмирали, на них накладывался другой слой, ил, другие ракушки. И в результате мы вот имеем то, что существовало десятки миллионов лет назад. Нежный цвет и хаотичный узор ракушечника просто завораживают. Хотя, конечно, о вкусах не спорят. При этом известно, лучшим гарантом всегда является время. Синтетические материалы лишь теоретически устанавливают планку долговечности. Прочность камня, созданного природой, определяется веками. И в этой части вопроса незатейливый и простой ракушечник на пьесе стали. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова